Всех приветствую на своем канале. Это очередной видеозапрос, посвящен покупкам новогодним моим. Я не знаю, насколько они новогодние, но я ничего такого особо не готовлю, ибо отмечаю в этот раз Новый год вне дома. Мягко говоря, так будет четвертый Новый год, который я отмечаю вне дома. Была как-то у подружки куча таких девчонок, потом у Женьки на левом берегу была мечта встречать Новый год в деревянном домике у печки. И вот опустим подробности самого Нового года, и слегка кучу неприятностей. Но вот именно то, что я хотела у дома, в деревянном доме, в частном, у печки с елочкой, это у меня осуществилось. И в прошлом году я отмечала Новый год у своей подружки Маши, у нее дома. В этот раз я отмечаю у родни. В общем, буквально на днях я тут себе купила, опять же в Дикси, если есть кто из Дуглича, то Дикси напротив Суликовской библиотеки по Ленина, в центре у нас в Угличе. Там вот, я не знаю как сейчас, но тогда там было, по-моему, оно по скидке. У меня опять тут кот бегает и пытается этот маленький столик с места скинуть и куда-то уже убежал. В общем, кажется, 149 рублей была скидка, ну, цена, в смысле, уже после скидки. Вот такое вот коробочку, оно сделано 11 декабря 2016 года, срок годности у него 12 месяцев. Это кокосовое масло, тут 450 грамм. Сначала оно у меня было в холодильнике, его, в общем, долбило я усиленно. Потом я его тут поставила на столе, на кухне, и оно слегка стало жидковатым. Ну, в общем, я не знаю, как оно, кто пробовал, кто нет. Нет, я не стала веганом, хоть тут написано, что веганский продукт, недалеко до нашего япониста в этом плане, не содержит ГМО и холестерина. И сделано, не поверите, в Рашке, Нижегородский масло-жировой комбинат. Кажется, тот, который изготавливает майонез Лободар, что-то в этом роде, ну, где там все такое супернатуральное. НМЖК, АО, АО в начале. Да, Нижний Ногур. В общем, короче говоря, я сначала, ну, как-то получилось, почему? Как-то я делала кашку на молоке овсяную с кучей всякой фигни, ну, в смысле, там еще какие-то хлопья были, и положила туда семечек. Я к нему написала, он говорит, вот, я, японисту нашему. В общем, он говорит, а я, типа, ну, типа, круто, то, сё. По сути я не помню просто заслонно. Ну, что, типа, я туда добавляю кокусовое масло, варю на воде. На воде я, конечно, не варила пока еще, но я сегодня варила эту самую овсянку, кидала туда уже помолотые в кофемолке, о которой тоже поговорю сейчас. Льняные семечки, там, мед положила, и потом уже, впоследствии, когда сварила, положила туда кусочек этого масла. Поняла, что кусочек этого масла очень много, что, ну, в принципе, оно, по-моему, экономичное, ну, чисто я так считаю. По вкусу оно такое, мне кажется, ну, нейтральное. Вот я особого какого-то вкуса там, я боялась дико его пробовать, потому что года три назад я добавляла его исключительно в муло и мази на нем делала. Тут, кстати, есть такая картиночка, в общем, где тут нарисовано, подходит для варки и тушения, оптимально для жарки, идеально для ухода за кожей и волосами и за ним для вкусной выпечки. Вкусная выпечка мне руки не из того места распут, скорее всего. Насчет тушения и варки я его уже, так сказать, по скриптам положила. Пока я еще не пробовала жарить, но до ухода за кожей и волосами я пробовала, ну, правда, не именно на этом масле, но пробовала. Ну и продукт становится жидким при температуре выше 24 градусов, плюс 24. Не задержит гидрогенизированных жиров. Ну, я не знаю, видно, не видно, но вот, короче, такая картинка. У меня мысли, как обычно, скачут. Ну и, короче говоря, я его сначала так попробовала. Вчера вообще ела с картошкой вареной, вполне нечеток. И я вот в последнее время просто заметила за собой, что вот эту пачку в 180-200 грамм масла у меня примерно за неделю она уходит. Видимо, организм требует, но у меня после молочных продуктов, после молока, иногда после сливочного масла, не очень приятно в организме становится, на желудке или еще там где-нибудь, короче, где-то в внутрях меня. А тут, ну, в общем, я решила попробовать, думаю, что бы и нет. И, в общем, я думаю, что вот если у вас там какие-нибудь подобные проблемы с ЖКТ, ЖКХ, короче, с желудком, если вам с одной стороны охота сливочного масла, с другой стороны что-то как-то не того, от его лопанья, то, я думаю, можно попробовать. Ну или поищите в своих гиксях, 100% натуральным, деликатом. Вообще, я сама хотела сварить из кокоса. У меня кокос почти два года валялся, тут пришла ко мне подружка Дашка и раздолбала мне его по моей просьбе. Ну, он там у меня наполовину усокос. И кому интересно, я потом могу чисто или зафоткать, или заснять, там, в обзоре, в каком... Получился у меня звонок по телефону, и я постараюсь его вырезать там в конце. Короче, начну я снова, пожалуй, в общем, третья моя покупка. Почему третья потом будет понятна? Ну, я просто думала, от еды так к не еде, не совсем не еде, совсем не еде. Так как я отмечаю ранее, я решила, что, ну, на, как-то приложиться. И, в общем, к столу я вот сладкое купила буквально вчера в Магните в Солнечном, не знаю, как в других Магнитах. Там сейчас, кстати, в Магните идет какая-то куча всяких скидок. То, что давно хотела попробовать, но душила жаба. А тут вроде как и праздник, и вроде не одна жрешь, лупаешь, кушаешь. Ну, и, короче, это лоха с лукум, с фисташкой, вполне меняемый состав. Тут сахар, песок, кукурузный крахмал, вода питьевая, дробленая фисташка, регулятор кислотности, лимонная кислота. Живет он 18 месяцев. Масса нет, то 454 грамма. Что-то по скидке он был 120, что ли, рублей, я вот точно не помню. Ну, и срок годности у него до 29 мая следующего года. Я вот только сейчас поняла, что тут 15 год стоит. Ну, ладно. Сейчас он живет 18 месяцев, значит, с ним не должно ничего такого случиться. Вообще, роха с лукум я долго-долго не понимала. Буквально вот года три назад девчонками из моей прошлой компании, чисто девчачьей, я вроде как-то к нему прониклась и периодически проникалась так, это покупала себе. А тут, ну, как мои тети считают, что разделано в Турции, должно быть нормально. В общем, это я купила исключительно на Новый год, на стол новогодний. Наверное, он все-таки, вот это уже типа так, новогоднее что-то такое, да, к Новому году относится, к видео. Ну, и я, соответственно, его попробую вместе с тетушкой с родной. Ну, и надеюсь, он нам понравится. В общем, вот такая вот, это я поняла, что в сетевых магазинах очень много скидок, и не только в сетевых. Может, я тут на днях, буквально в субботу, мне торкнуло в голову, что я хочу все-таки кофемолку лепестрическую. И я позвонила своей подружке, хотела, ну, приду в субботу на репетицию на генеральную, на нашу Машу там встречу. Маши, как-то, на работе не было. Потом вечером мы с ней списались, созвонились. Получилось, что она, в общем, в воскресенье у нее, после нашей выступления, взяла карту. Есть у нас там какая-то карта скидочная ярмарка, там 3 или 5% идет. Но оказалось, что в магазине люкс, который у нас там, по-моему, чисто улический какой-то магазин, раньше был на механке, еще где-то, еще где-то, теперь огромный такой домик, где-то рядом с третьей школой. В общем, короче говоря, магазин люкс есть такой, и там куча-куча всего, там 2 или 3 этажа, и в районе, где там техника всякая для кухни и всякая посуда, в общем, я там купила себе кофемолочку. У них, оказывается, была тоже какая-то типа распродажа скидки до конца этого года, человеческого периода. Я в прошлом видео сказала, 10% если платить картой, ну, если наличкой, то 10, если картой, то 8. Ну, и, соответственно, карта ярмарка мне не понадобилась. Я купила, она там 1400 с чем-то стоила, короче, в общем, она мне досталась со скидкой 1339 копейками. Это Бош, ну, как я просто попросила, у меня спросили там какие-то обороты, я в них нифига не понимаю, ну, объяснила, говорю, что мне, говорю, и кофе молоть, и вроде как, допустим, овсяную крупу сухую. Ну, и девушка мне там, продавщица, посоветовала, или, говорит, вот это непроизносимое название, неизвестно для меня фирмы, или Бош. В результате Бош, соответственно, была подороже, Бош была вот такая вот беленькая. В результате я взяла Бош, но и она, на удивление, не поверите, сделана в Словении. Я не знаю, будет видно в камеру или нет, но вот именно вот здесь вот написано в Словении. В общем, очень классная такая вещь, я сегодня как раз мне эти семенальные льняные, мало. Я буквально вчера поперлась за кофе, ну, в магните что-то, стеллаж с этим кофе был уставлен конкретно в магазине Соседний Матрус, который я поперлась чуть попозже. На удивление, вместо зернового кофе был только растворимый. Ну, и я вместо растворимого кофе купила себе роллы и фиников. Фиников практически уже нет, роллов, естественно, тоже. В общем, вот такая вот, это вот снимается. Тут вот такая хренотень, это, соответственно, сюда вставляется. Ну и, слушайте, такая шикарная вещь. Вообще, если бы не моя подружка Машка, у которой тоже какая-то там крутая такая вот хренотенька, поменьше так, ну, она может поменьше, может поуже, не знаю. В эту максимум 75 грамм зерен входит кофейных, в общем, как по инструкции. Короче говоря, как-то у нее была, и что-то она такое молола, не кофейная. И я поняла, что мне вроде как охота такое, но я тогда купила ручной, ручной вообще не поняла, что с ней делать. Потому что то ли у меня руки не оттуда растут, то ли она какая-то слегка не такая. И, в общем, я очень довольна. Я, соответственно, ее и под кофе купила, и там какую-нибудь траву помолоть, или еще какую-нибудь хренотень. Но сегодня я пойду в центр, в библиотеку, я надеюсь, что где-нибудь я все-таки найду этот зерновой кофе. Потому что у меня есть турочка мельхеровая, и я периодически варю себе кофеечек. А тут я варила на днях этот кофеечек, у меня был шикар, в общем, молотые изначально зерна. Зерна, точнее, кофейные, обжаренные в шоколаде, там, коктейли в шоколадной крошке, не знаю. И потом по молотой мне подарила их знакомая одна, ну, в смысле, моя подруга. Я не помню, то ли год назад, то ли чуть больше года назад. Может, срок у него уже прошел, там, как-то непонятно было. В общем, запах-то нормальный был, но когда я его сварила, еще добавила молока, лучше бы я этого не делала, и лучше бы не варила. Это какая-то, в общем, чуть было не траванулась. Я поняла, что мне надо, все-таки, самой что-то делать, точнее, на кофеванку молку и в нее сразу положить. Смолол, сварил в турочке за три захода и потом уже деряпнул. В общем, возможно, как обычно, сумбурный обзор у меня, потому что со временем опять поджимают, вечером я постараюсь записать СМР с теми бумажными цветочками. В общем, если вам было это интересно, я все-таки, ну, одному человеку должно было быть интересно, потому что был вопрос, и я его вроде как выполнила. Да, там, по поводу прикида новогоднего я еще совершенно не думала, в чем я буду. Как-то, ну, настроение у меня как-то не то чтобы, ну, может быть, появляется. Настроение комнаты, квартиру я никак особо не украшала. Вот у меня елка, которую периодически смазывает коз, который сейчас на окне пытается куда-то вылезти. И что еще? Ну, короче, что-то так вот, как-то так. Не готовила я ничего, хотя вчера я хотела купить что-нибудь для салатика какого-нибудь, но что-то потом мне стало лениво, потому что я вчера вообще после выступления, хотя оно уже было в воскресенье, вчера вообще была как амеба, я даже когда вышла из магазина, я поняла, что забыла включить дома. Благо, они запасные есть у моей родни. В общем, вот такое вот видео. Всем спасибо за просмотр, если досмотрели до конца, и всем пока!